ой ребятки всем доброго утра о всем здрасьте о так жарко вообще у нас уже даже кондиционер не справляются всем доброе утром канале пиратская жизнь сами как-то не ног утренние процедуры умываемся так даже в шее хочется немножечко водичкой сполоснуть потому что прям жарко хотя использовала я кондиционер всю ночь расчесать свои реснички кстати надо скоро время идти уже реснички делать но девчонки я записалась я записалась на коррекцию стрелочек хочу еще сделать поярче муж чуть побольше вот так что еще скорректирую стрелочки может быть в июле еще схожу сделаю себе реснички сладкий чай вот такой расклад а я горький шиколот сладкий чай ну вот такой расклад а я и так все умылись как говорится глаза протерли так можно нужно кровать убрать на хорошо так ну сейчас начало таблетки у меня утренние процедуры утренние процедуры прием лекарства девочки кстати нам уже пришли анализы нам пришли анализы которые мы сдавали в гематесте пришел причем пришло все сразу и обычные анализы и те которые на ковид на ковид все пришло остались у нашей антитела после 6 месяцев вот сейчас вам все расскажу но сперва дела о кондей уже даже не справляется на сегодня на сегодня знаете сколько обновляем 33 градуса ощущается как 34 жуть очень там бедненький ой я вам сейчас звонила разговора по поводу этих тестов на башке какая-то жопа на башке как вся какая-то жопа прикиньте воду до сих пор еще не дали те нехорошие люди не дали нам до сих пор году так вот пишет а чё тебе вода вода-то у вас живут водонагреватели девочки сфигали мне включать водонагреватель и сжечь электричество когда мы платим за горячую воду и потому что водонагреватель там нету хорошего такого напора точнее напор там есть но если с напорчиком все это дело мыться на то соответственно очень быстро вся закончится водичка поэтому я предпочитаю что было именно вода нормально так все сейчас уберу кроватку хорош такое белье и вот это кстати вот из этой серии белье постельная очень хорошая резинка она прям практически вообще не сбиваются счет предыдущего разбираем какой было и там прям сильно сбивается резинка нам очень жестко чудо сегодня очень поздно легла вчера точнее для меня сегодня для вас короче ночи пол ночи лежала наткнулся на один канал вот канал про как сказать в общем про очень сильную маму с очень больным ребенком в этом чем ребенок инвалид он звать счет там не помню мир особенного симки или как-то так очень ребята оказывается еще кстати говоря из нижегородской области сбора а вот и в общем ребенок родился на какой заплевание так не пила какой-то там синдром в общем он у него там трахеостома стоит у него стоит кормит она его тоже через вот эту животе чем ребенок такой очень болезненно как это на годика три или четыре вот в общем прям вот инвалид там еще есть старший ребенок дочка вот в общем про вы тут силу просил матери про любовь про вот эти вот сильные слова я все рассмотрела девчонки ван утром проснулся а я сопли на кулак наматываю вот реально я лежу сопли на куда кломатываю то есть как меня прям сильно задели вот эти слова вот эта женщина это вообще вот она как раз кстати про хейтеров рассказывала что ты подумал думаете что типа у нас хейтеров нету у нас тоже хейтеры есть просто вам напишет что типовой ты толстый ой ты страшный ой ты жирный и так далее а нам то пишут что типа зачем вы это делаете там типа отпустите его и так далее то есть ну типа вот ничего не делать чтобы он вот умер вот и то есть говорит вот типа сама виновата наверно бухала пока там была беременна и так вот в общем я послушала вчера ее слова ой вообще меня прям вот до глубины души задела девочки прям вообще реально прям до слез прям до слез так сейчас секундочку так у меня теперь проблема насколько же могут быть некорректные люди вообще у нас-то ладно господи можем привыкли а тут такие слова человеку которому так тяжело как таких людей земля-то носит очень удивительно вот я смотрела вот причем знаете эта женщина она не теряет позитив она не теряет какую-то улыбку с лица да вот она остается веселый добродушный позитивным человеком про очень-очень меня прямо пора с канал что я все смотрела ну я так знаете я не буду и скажу что я прям буду следить за и судьбой туда-сюда нет ну интересно будет смотреть вот я прям жалко и очень стала кровать на эту кровати все дело сейчас надо занавеску поднять такую жару вообще кондиционер у нас не останавливаются прям работу 24 на 7 вчера уходили тоже гуляли и прямо-то кондиционер раз 24 на 7 закапываю глаза стиловит то говорю плакала вчера вчера плакала короче это конечно про мощи меня задели слова этой женщины вот и как она вот рассказывать насколько бывают злые люди что вот не зная проблемы из-за чего почему то есть как она рассказала совершенно здоровой семье то есть они с мужем даже сдавали знаете вот эти вот анализы на всякие вот эти вот гормоны гормона то вот ну короче кровь на всю эту буду вот это как она говорил что совершенно мы здоровы нас не мы не носители какого-то определенного гена да то есть как вот некоторые знаете 10 синдрома дауна рождаются то есть там возможно какие-то там 50 процентов там то есть то есть он говорит совершенно случайно рождается такой ребенок и что с этим делать кто-то там бросает кто-то кто-то оставляет кто-то с этим живет кто-то вообще делает аборт на равной стадии хорошо что мы сразу не знаю то есть ей сразу не сказали врачи что не будет такой ребенок и она говорит спокойно доносил то потому что противный случай были бы какие-то там сделать сделать аборт так что вот такие дела конечно прям очень так и тяжело но я честно вот я говорю я все посмотрел немножко и все говорю не буду я смотреть целиком уже очень тяжело я человек впечатлительный очень сильно поэтому не хочу так чё у нас тут чё у нас тут по делам чё у нас тут по мусор сейчас смотрите всю посуду перемыл вот те молодец вообще молодец сейчас секундочку какие каналы вам нравится которые вот вас прям тронули я вчера почему знаете просто так листала что-то уже там перед словами ну так все надо спать надо спать и тут на три часа я просто пропал там один ролик цена второй ролик посмотрела вот и тяжеловато мне конечно там стало после всего этого видео но иногда иногда знаете на самом деле такая эмоциональная стряска она нужна потому что когда ты чувствуешь боль других людей как-то больше ценишь свою жизнь то есть у тебя как бы все хорошо вот и как-то знаете ну вот понимаешь что нужно жить здесь сейчас жизни настолько кратко вот и на самом деле такое горе она может учиться совсем совсем с каждым такое может учиться я не знаю планы вроде как не чувствую не сыграл сделать это у нас есть есть у нас все витамины так не витамины вот у меня как всегда влюблен про одно думаю про другое говорю есть у нас не дает нас мясо мясо есть все хорошо суп тоже есть чё готовить не знаю хотела вроде как окрошку сделать но для окрошки нужно там это редиска лук у меня ни того ни другого и колбасы нету только квас есть так сейчас секундочку уберу все да все надо убрать с вечера все помыто ой где блин вообще жесть смотрите я думала обалдеть это откуда вот это дело с ума сойти я вот скинула девочки я я думал там вода а тут он какой-то жук мачки я сучу откуда он как он здесь-то оказался обалдеть так чувак я тебя сейчас утоплю если ты выживешь судьба значит такая не выживешь извини это жизнь на личном где-нибудь там выплывет и не выползет а потом отсюда так надо залить а то вдруг он потом выползет я думала так вот здесь вода какая-то взяла вот так вот отсюда жук вот здесь ничего нету больше не господи я не жизнь какая-то ну ладно я надеюсь он там где-нибудь выплывет и будет счастлив убивать его не стала я предоставила возможность ему выплывет я не знаю чоке откуда вообще такие мальчики жуки появляются вообще откуда они лезут я надеюсь мы подумаем так канализация не вылезет жутко 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 так я хотела выпить стакан воды стакан воды стакан воды с витаминкой сейчас он будет позавтракать сейчас он сидела болтала с нашей зрительницей вот она меня консультировал по поводу кстати говоря анализа потому что она врач и она не ответила по поводу анализов можно делать нельзя то есть посмотрел все анализы причины же полностью анализы которые с гематестом и чё я вам скажу девочки чё я вам скажу это шок на самом деле я была шокирована я была шокирована раз я была шокирована 2 вот сейчас было шокирована жука мо чем а утром еще больше я была шокирована знаете чем пришли тест решил в галереи сохраняла так вот ля-ля-ля-ля-ля вовчиковский тест коронавирус sars SWillam ng не белка не лан не буду свой короче какие показатели и антитела у меня показатели знаете какие у меня было 575 полгода назад осталось сейчас скажу 286 показатель должен быть больше 1 4 так больше больше ли брайан 1 4 то положительный то есть грубо говоря есть анти антитела то есть у меня положительное антитела и отрицательный тест вот я проверяла от тестами отрицательный на коронавирус антитела у меня остались 286 у вовчика который сильно очень болел мои дорогие знаете какие показатели у него антитела осталось 1.12 то есть 112 то есть это говорит о том что у него осталось ничего не осталось вставляйте я практически человек который не болел рядом пару раз кошельнула сморкнулась и температуру 37 2 у меня остались антитела а у него нету вот вам шок вот вам как говорится шок это по нашему то есть грубо говоря он сейчас ходит на работу и он может заболеть он может заболеть вот поэтому ему надо прям обязательно делать вот эти вот тест нужно сделать прививку вот еще остальные показатели общем слое в норме что у меня что у него всякие могут всякие там эти все в порядке но есть небольшие изменения у вовчик по поводу а ст вот потому что а если у него там чуть повышенный потому что во первых он в детстве переболел гепатитом плюс она постоянно основе сейчас пьет эти таблетки от давления вот поэтому а если у него повышенный у меня кстати листы вообще норму метам чупому меня 34 при норме 33 вот но мы накануне или пиво то есть мы когда вот встретились мешание мы там выпили по банке пива вот и когда мне позвонили в кладбище я даже не думаю я не думал что на следующий день мы поедем на кладбище так как мы очень рано поехали вот мне это как заехали еще дали анализы вот и вовчика прям сильно повышенная ст а у меня а ст в норме принципе да то есть можно круглый раз сослаться то что там пиво вот так что вот такие дела я здоровый человек по сути и кстати вот катя еще посмотрел анализ гору тебя прям вообще хоть в космосе запускай вот она там дала несколько там советов вот по поводу того что там можно что нельзя вот короче да сейчас вам кусочек включу что она мне говорила а ты опять скажете у меня никакой катя нету нами опять не консультирую конечно так 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 вот и тут ты помнишь что я тебе говорила что сделайте прививку немножечко задерживаться или клинике посидите подождите у нас же вообще на но это в плане того что нужно посидеть подождать а вы еще не обязательно вот промо этого чисто мой такой совет у меня знакомый он а кардиолог пить больше воды но пить больше после этой прививки обязательно пейте больше воды там света домом охлаждаете но вам нужно пить больше жидкости это не согласие так еще учетом говорю и и обязательно вот чтобы дома всегда были антигистаминные препараты кстати до аллергические хотя бы говорю с упростим сделайте 24 часа наблюдайте за своим состоянием первое я не знаю там ну где-то можно 3-4 часа мерите температуру вот смотрите за своим состоянием ну вот катя она медик я с ней что-то консультирует когда вовчик болел вот и она меня прям очень сильно помогла подсказала то есть какие там анализы туда-сюда вот и сейчас вот я и скинула короче все анализы то есть показала она говорит в принципе норма вот но у вовчик вот у меня там кстати даже немножечко повышен иммуноглублин то есть говорит о том что возможно есть какие-то аллергические реакции вот но он там прям совсем незначительно повышен так что она значит советую еще пропить полисорб вот она говорит что вот если повышена ст он очень хорошо помогает а так как вовчик на постоянной основе принимает вот эти вот препараты то есть свои у него давление да вот плюсом в детстве еще переболел гепатитом плюс мы еще накануне пивка жахнули вот по баночке вот и получается вот все вот это удалось а у меня вообще кстати у меня все показатели блины не знаю я как это в космос могу лететь девочки прям в космос соя кстати вот она говорит самый главный что я посмотрела в свой свой это который отвечает за внутреннюю воспалительные реакции плюс ему на и там что-то не ему не гублин это короче вот это вот глобулин к не глобулин а короче кислород кислород вот кислород в крови кислород крови у нас норма а вот там какой то не помню как это отвечает показатель вот так что все хорошо только вот побольше пейте воды задержитесь в больнице где-то там минут 15 хотя просто посидите не бегите никуда то что если все случится организм сразу даст реакцию вот плюс она говорит ну разумеете пить не надо вот мы вчера не пили сегодня не пили ну получается не будем пить а я тоже не буду пить даже то что приятно вот а завтра мы идем делать вот эту прививку кстати прикиньте сразу пришел тест совсем вместе я думаю вот эти вот анализа будут типа антитела они будут потом а пришлось вместе читайте два дня и все что у нас нормально все хорошо так стать еще хотел покушать у меня осталось есть пирог у меня есть молоко очень хочу вот это дело вот я вчера себе купила пирог спарим вот такой частью с молоком как жахну как жахну так что все нормально мы идем делать мы идем делать прививку и получается так что вовчику в обязательном порядке уже нужно это все делать делать потому что он работает с людьми у него там постоянно какие-то там с этим светил на работе же подхватил всю эту заразу вот а я соответственно дома от него уже впоследствии так что такие дела такие дела сейчас пирог есть с молоком обрею только и все я думаю одного пирога мне хватит но такой знаете не особо большой самый раз самый раз в самый раз самый ролик скидыш все все ладно мои хорошие всех люблю всех целую главное не болейте чтобы все было хорошо что в вашей жизни были самые плохие впечатления это вот такой вот майский жук который случайно к вам залез чтобы вы не обязательно его не убили хотя бы дали ему шанс на выживание выплывет молодец не выплывет ну не судьба ладно всех любви всех целую сейчас будем хочет короче пирог у меня он там еще йогурт а вот в общем что-нибудь прикусим еще обсудим все более подробно все расскажу все увидеть снова банки